Никто их не убирал. Как они были на крыше, так они. Кто их там? Александр Литвинов, сотрудник Ачинского торгово-экономического техникума, ежедневно проходит мимо зданий, чьи крыши до сих пор усыпаны тушами голубей. Между тем, прошло уже почти две недели после массовой гибели птиц. А картина до сих пор довольно жуткая. Мертвых пернатых собрали только с земли. Они вот сидят на козырьке, раз и падают. Специально под крышей собаки уже, видимо, поняли, что они падают. Они вот и караули с крышей, падают голуби, и они сразу хап и побежали куда-нибудь съедать. Это съемки 13 сентября. Жители Ачинска впервые наблюдают такую картину. Повсюду сотни мертвых голубей. Появилась версия, птиц отравили на местном зерноскладе. Там рассказали, специалисты действительно применяют химикаты против грызунов. Возможно, отраву съели и голуби. Общение даже с живыми голубями чревато своими последствиями. От аллергии вплоть до инфекционных заболеваний. А говорить об опасности, которая исходит от мертвой птицам, просто не приходится. Сегодня птицы больше не падают замертво. Но и старых не торопятся убирать. Один из дворов привокзального микрорайона усыпан голубиными перьями. А крыши пятиэтажки, как и несколькими днями ранее, напоминает поле боя. Тушки, падающие сверху, подбирают бездомные животные. На глазах бабы Гали разыгралась настоящая трагедия. Понесли на мусорку собачку, завернули бобика. Такой он красивенький, такой толстенький был. Мы все его любили. Он вздох и его на мусорку выкинули. Ну куда еще? Местные жители уверяют, это не единичный случай. И кошки, и коршуны, съевшие мертвых голубей, также погибли. Вероятно, это подтверждает версию с отравлением птиц. У сотрудников ветнодзора своя версия произошедшего. Были отобраны пробы, инфекционного характера заболеваний не установлено. То есть, соответственно, никакой угрозы данный падеж голубей не несет. В части того, что где-то есть и есть, в соответствии с действующим законодательством, убирает у нас администрация, либо же коммунальные службы. Но не администрация Ачинская, это, несмотря на обещания, не местные коммунальщики. Крыши от мертвых голубей так и не очистили. Еще бы, ведь ходить по ним людям не полагается. А эстетическая сторона, видимо, чиновников не волнует. Вероятно, горожанам придется ждать, когда на помощь придет сильный ветер, который просто сметет туши птиц на землю, где ими вновь полакомятся кошки и собаки. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.